Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я вызвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внимли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяния. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою. Внимли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143. Давида Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди. Коснись горы, воздымятся, блесни молнией и рассея их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых деснится, деснится лжи. Боже, новую песню воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых деснится, деснится лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажетях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род, роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех незаверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, воплих слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145 Хвали душа моя Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа, Бога Его, сотворившего небо и землю, море, и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в рот и род. Аллилуйя! Притчи глава 30 Слова Агура сына Иокеева Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сына его? Знаешь ли, всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него? Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы присытившись я не отрекся тебя, и не сказал кто господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы, мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. у ненасытимости две дочери давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря, и пути мужчины к девице. Таков пути жены прелюбодейной, поела и обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить, раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыто ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но не мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонница ни перед кем. Конь и козел предводитель стада, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Псалом 146 Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подавающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу Его и птенцам ворона, взывающим к Нему. Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 147 Хвали Иерусалим Господа. Хвали Сион Бога Твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот Твоих, благословляет сынов Твоих среди Тебя, утверждает в пределах Твоих мир, туком пшеницы насыщает Тебя, посылает Слово Своё на землю, быстро течёт Слово Его, даёт снег, как волну, сыплет иний, как пепел, бросает град Свой кусками, перед морозом Его кто устоит, пошлёт Слово Своё и всё растает, подует ветром Своим и потекут воды. Он возвестил Слово Своё Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148 Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звёзды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придёт. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его Единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149 Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых, да веселится Израиль о Создателе Своем, сыны Сиона да радуются о Царе Своем, да хвалят имя Его с ликами, на темпани и на гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия, всем святым его. Аллилуйя! Псалом 150-й Хвалите Бога во святыне его, хвалите его на тверде силы его, хвалите его по могуществу его, хвалите его по множеству величия его, хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях, хвалите его стимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных, все дышащее дохвалит дохвалит Господа. Аллилуйя. Притчи глава 31 Слова Лемуила царя наставление, которое преподала ему мать его «Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям Сикеру, чтобы напившись они не забыли закона, и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте Сикеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста свои для правосудия, и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену? Сна ее выше жемчугов? Уверена в ней сердце мужа ее, и она не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей, добывает шерсть, и лен, и с охотой работает своими руками. Она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои, и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, висоны, пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее ворот дела ее. ворот